Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч группового раунда Кубка Америки 2021 Уругвай-Чили. Уругвай первый тур своей группы пропускал, а в туре втором проиграл 0-1 Аргентине, не забив тем самым в четвертом матче подряд. В общем игра проходила с примерно равными возможностями. В первом тайме активнее была Аргентина, реализовавшая свой момент на 13 минуте. В тайме втором Уругвай перехватил инициативу, но все удары шли в молоко. Чили в первом туре сыграл 1-1 с Аргентиной, а в туре втором минимально обыграл Боливию, забив единственный гол уже на 10 минуте матча. В дальнейшем игра проходила с преимуществом чилийцев, которые достаточно уверенно контролировали ход поединка и взяли заслуженную победу. За последние пять лет соперники встречались пять раз. Три победы у Уругвая, две победы у Чили. Последние две игры выиграл Уругвай. Уругвай идет фаворитом на этот матч, но сейчас команда находится в далеко не лучших кондициях. В четырех последних матчах две ничьих и два поражения. Чили наоборот выглядит неплохо, как говорится в своей тарелке, не проигрывает в последних пяти матчах. У обеих команд набрались длинные низовые серии по четыре матча, плюс у Уругвая пять последних матчей сыграны на ноль. Казалось бы, что вариант результативного матча уже назрел, но никакой уверенности в том, что он зайдет нет, ибо обе команды куда лучше защищаются сейчас, чем атакуют. Но Уругвай должен бы забить, ибо пятый к ряду потенциальный матч без забитых мячей при наличии в команде Суареса Кавани Агуэра это нонсенс. Поэтому тут вполне реально ждать что-то по типу 1-0, 1-1 или 2-1. Все же, наверное, логично взять вариант результативного матча, который уже давно назрел и имеет выше коэффициент, то есть, условно говоря, 2-1. Из связки ставок тотал больше обе забьют до победы первой команды, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2-34, на победу первой команды 2-27, на обе забьют до 1-95. Из всех этих трех вариантов, самый ожидаемый вроде бы как победа первой команды, ибо четыре матча без побед для Уругвая уже многовато. Но Уругвай и Чили давно не играли в ничью, а силы команд примерно равны. Последняя ничья была 10 лет назад, поэтому здесь скорее будет, наверное, ничья, нежели победа Уругвая. Если исходить из аксиомы, что Уругвай забьет, то обе забьют, да вроде бы как стоит на повестке дня. Но здесь другой нюанс. Чили забивал в последних десяти матчах. Это не менее аномально, чем четыре беззабивных матча для Уругвая. Поэтому здесь, наверное, за основу логично взять очень скромную ставку 1-x за 1-37. Не должен бы здесь проиграть Уругвай, а шансы на ничью и победу Уругвая примерно 50 на 50. Если говорить о попанской ставке, то здесь это будет победа первой команды с форой плюс 1 за 1-10. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, здесь можно поставить на ничью за 3-52. На этом все. Дядь Юрок верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.